друзья я всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua готов представить вам смартфон под названием giu s3 это новинка на базе новых 64-битных процессоров mtk 6752 я считаю что это прямой конкурент смартфону meizu m1 note который я уже рассматривал вместе с вами в принципе давайте рассмотрим же и с 3 его плюсы и минусы хочу сказать сразу какой будет вердикт модель классная но смартфон довольно таки сыроват но за свою цену в принципе очень даже достойный вариант для приобретения оставляется модель вот в такой вот коробке особо ничего не изменилось же и с 3 скажу что данная модель она добыл и сиди мэйная то есть работает с 3g интернетом также поддерживается 4g но модель имеет память версии 2 гигабайт оперативной 3 гиговой пока что нет она пока что не выпускается по комплектации смартфон собственно зарядка юсб кабель и переходничок под нашу розетку особых тут отличий от привычных поставок компании не стоит ждать также можно будет приобрести бампер и наверное пленочку смартфон довольно таки большой по размеру он имеет 5 5 дюймов дисплей дисплей здесь айпи с здесь full hd разрешение довольно тонкий корпус приблизительно 9 миллиметров его толщина но давайте обо всем по порядку во первых спереди у нас большой сенсорный дисплей 5 5 дюймов матрица full hd айпи с и приятная новость для любителей того что здесь подсвечиваются очень слабенько но подсвечиваются сенсорные кнопки многих людей разочаровывал этот момент модели же и g4s вот здесь все реализовано значит сверху у нас динамик датчик приближения дачка освещения также есть индикатор пропущенных событий и фронтальная камера на 5 мегапикселей сверху разъем под наушники микрофон с этой грани у нас качелька громкости вверх вниз плюс кнопка включения выключения снизу разъем под микро юсб это же микрофон с этой грани нет ничего сзади у нас есть логотип же и есть дал к такая длинненькая сеточка которая закрывает снаружи два динамика действительно два динамика и два рабочих здесь 13 мегапиксельная камера от sony и двойная вспышка под крышкой у нас располагается большой довольно таки большой аккумулятор 3000 но он большой с какой стороны такой же аккумулятор такой же емкости был у модели же и g4s который на целых 0 8 дюймов экран имел меньше то есть но для того смартфона этого было достаточно для этого посмотрим как в процессе теста видим мы слот под карту памяти и 2 микросимки которые работают одновременно активно в режиме ожидания касательно корпуса да и по ходу всего обзора буду сравнивать же юс 3 с моделью meizu m1 not так как я уже говорил что я считаю что эти модели являются конкурентом друг другу также стоит сказать что цена на же юс 3 сейчас примерно 170 долларов если заказывать из китая и meizu m1 not примерно 210 а может быть после китайских праздников опустится цена до 200 долларов ну то есть по факту имеем разницу в цене где-то 30 35 долларов по сборке что хочу сказать здесь нет никаких люфтов крышка это прилегает очень плотно все хорошо но так как у meizu м1 not у него нет разборной корпус там все более чем монолитно здесь этой монолитности я не наблюдаю я вы если говорить по-честному то смартфон немножко поскрипывает поскрипывает если ним действительно начать пользоваться если брать его вот так вот на перегиб если там просто его держать в руках то немного смартфон поскрипывает как бы это негативная сторона сборки давайте зайдем в antutu во первых покажу вам какое количество баллов набирает этот смартфон в antutu набирает он стандартно примерно как любой другой mtk 6752 40 тысяч классный результат производительность тут будет шикарная и теперь по техническим характеристикам что здесь есть в этом смартфоне 44 android здесь mtk 6752 графический ускоритель mali 760 full hd разрешение камера 13 здесь 2 гига оперативной 16 встроенной также у меня стоит карта памяти про карту памяти скажу сразу что на данный момент прошивка не работает с картой памяти так как это нужно то есть все приложения игры программы устанавливаются на собственную свою память но почему-то фото и видео с камеры записываются на карточку памяти то есть ну вот такой пока расклад 8 ядер каждое ядро по 1.7 гигагерц это 64 битный процессор ну в принципе и все 5 мегапиксельная фронтальная камера по датчикам которые есть здесь есть gps который поддерживает глонос спутники есть акселерометр есть гироскоп также данная модель поддерживает оттк кабеля то есть можно подключить мышку флешку клавиатуру кстати говоря я не сказал этот момент по корпусу практически не видны отпечатки пальцев и корпус сам тут не soft touch покрытие здесь просто пластик количество точек касания в этом смартфоне их 10 10 точек мультитач прошивка идет заводская в принципе менять я ее не вижу смысла в дальнейших тестах я как бы заметил некоторые баги нашел на форуме прошивку прошил ее но ничего в принципе не изменилось о багах я чуть позже вам расскажу прошивка вот такой вот версии что интересного в этой прошивке но во первых стоит сказать тот момент что не полностью она переведена на русский язык вот я открыл вам настройки экрана вы видите что здесь есть вот такие вот моменты даже не знаю что вот эти вот все кнопочки означают ну как бы вот такие вот дела что мне понравилось что в этом смартфоне есть вот такая функция мира vision в котором можно выбрать режим изображения стандарт яркий пользовательский режим там нужно уже играться можно выбрать контрастность вот я ее включаю и вот вот так вот что то меняется ну в общем с этим нужно разбираться в принципе это прикольные настройки я всегда люблю когда такие настройки присутствуют это однозначно плюс ну никак не минус также хочу сказать что вот честно в отличие от meizu m1 этот смартфон работает быстрее он работает быстрее и в играх и работает быстрее просто даже по рабочим столам не его быстродействие нравится больше он очень быстро скачивает приложение из интернета ну то есть когда я пользовался meizu m1 и когда я пользовался этим смартфоном жею s3 у меня возникает чувство что смартфон действительно быстрый и очень шустрый такого ощущения когда я пользовался meizu у меня просто-напросто не было экран здесь матрица LG IPS он естественно само собой OGS смартфон имеет full hd разрешение шикарные углы обзоров давайте я вам примерно продемонстрирую немного уберу яркость и вот такие вот углы обзоров углы обзоров классные мне нравится по диагонали какие многочисленные смартфоны в принципе это недорогой сегмент вот картинка вот так вот меняется ну это уже стандартная такой момент и то же самое было в meizu m1 note поэтому ну я этому уже не удивляюсь как-то раньше у тех же zoopo 980 все-таки экраны как-то были вот в этом плане получше вот как ни крути прошел год те экраны и уме x2 как оказались эталонные касательно звучание этот смартфон в принципе не порадовал меня в плане звучания значит смотрите разговорный динамик и микрофон работают отлично все четко громко слышно по аналогии со всеми в принципе же и у всех же и звук во время разговора очень громкий такой четкий мне это нравится далее я тестировал наушники скажу сразу что когда приобретаете эту модель играетесь вот этими вот настройками потому что их больше чем обычно смартфонах они здесь на английском языке и в принципе вот на таких настройках включена только вот эта вот функция у меня более-менее начал играть сам звук но в наушниках как по мне в жею g4s либо также либо лучше чем здесь но вот как-то по звучанию однозначно мэйзу намного круче когда тестировал внешний динамик то скорее всего была выставлена вот эта функция он как дребезжал на максимальной громкости но потом я его убрал и в принципе начал работать динамик немножко лучше включать не буду потому что на камеру это очень сложно все передать вы уже как доверьтесь мне если можете в этом вопросе ну а тестировать уже звучание будет каждый сам для себя мне в принципе вот такие ощущения которые я вам сказал в мэйзу однозначно по звучанию смартфон этот был лучше скажу пару слов также вот про производительности смартфона 2 гиговая версия в плане оперативки и стандартный mtk 6752 процессор такой же как у мэйзу но данная модель по производительности по работе в играх она показала себя лучше тот же nova 3 работает лучше также хочу я вам сказать еще обратиться к тем людям которые ждут 3 гиговую версию во первых эта версия неизвестно когда будет такие версии выходят значительно позже поступают на рынок я не думаю что что-то его работоспособности в его многозадачности поменяется с наличием 3 гигов памяти но это так просто по приколу сказать что вот у меня смартфон с 3 гигами оперативки а у тебя на компьютере наверное еще два до сих пор да ну вот если для для таких целей вы покупаете смартфон то можно да конечно ждать 3 гигов а я вам покажу как работают игры в плане игрушек данная модель однозначно будет лучше через чем мэйзу м1 нот и это вы видели в играх также давайте рассмотрим скриншоты которые я делал этом на этом смартфоне во-первых тесты gps первый старт у меня был довольно таки долгий но потом в принципе смартфон у меня словил очень много спутников словил глонас спутники но первый старт ну наверное минут пять был это при этом был включен вай-фай но почему-то его карты не распознались и он эти его карты находил в небе самостоятельно ну и конечно же я тестировал аккумулятор куда же без этого потому что считаю что аккумулятор в мобильном устройстве в смартфоне это одно из самых главных что может быть и очень часто мы надеемся на одни результаты а по факту у нас смартфоны показывают совершенно другие во-первых в antutu тестере показала модель 5382 балла у мэйзу м1 нот этот результат немножко больше ну больше там примерно что-то около на тысячу ну и аккумулятор там немного по емкость больше там 3 140 здесь 3000 в режиме игры в режиме epic citadel у меня продержался смартфон с максимальной яркостью 2 часа 45 минут со 100 процентов до 4 и в режиме видео со 100 процентов до 5 меня смартфон продержался 4 часа 44 минуты это был режим воспроизведения ютуба то есть это максимальная яркость интернет работает ну и воспроизведение видео по результатам аккумулятора хочу сказать что в принципе скорее всего вот эти вот 3000 миллиампер часов они здесь реально есть но из-за того что 8 ядер full hd из-за того что все таки это 5 и 5 дюймов дисплей вот у нас показывают показывает смартфон такие результаты meizu m1 нот в этом отношении опять же предпочтительнее он будет лучше потому что там немного больше аккумулятор камера у нас заявлено производителем от sony основная камера на 13 мегапикселей фронтальная камера на 5 мегапикселей что хочу сказать по поводу камеры видео записывает в формате full hd особых здесь каких-то таких супер-пупер настроек нет ну в общем это все уже можно будет полазить потом самостоятельно но хочу сказать что камера меня тоже разочаровала в принципе на экране смартфона фотографии получаются довольно таки неплохие вроде бы все так четко вроде бы все хорошо как бы все фокусирует все работает классно но когда я в кстати вспышка в темноте работает отлично качество получается хорошее но когда я смотрю на это все на компьютере качество картинок я бы не сказал что такое которое должно быть какое-то она носительно мыльная но с камерой я более чем уверен есть опыт в этих всех делах что с камерой нужно ждать нормальную прошивку прошивку которая оптимизирует нормальную работу камеры и это sony вская камера она будет работать отлично потому что качество все я вижу но четкости картинки не хватает при примерно такая же ситуация была год назад с моделью течел тест с когда на первых прошивках и с аккумулятором были проблемы и с камерой были проблемы но потом в принципе все стало на свои места здесь будет то же самое я вас уверяю как китайцы как всегда хотели выпустить устройство как можно быстрее как можно быстрее его подать на рынок чтобы люди начали покупать пользоваться но прошивки не до конца сделаны нормально по камерам принципе смазу плюс-минус то же самое нужно ждать актуальных адекватных нормальных прошивок будем подходить к концу же ю с 3 в моих руках давайте рассмотрим кратко что я выделил я напоминаю всем что я сравниваю эту модель с смартфоном мэйзо им один нот модель данная же ю с 3 стоит приблизительно 170 долларов в китае мэйзо об 1 0 200 210 по корпусу по сборке мэйзо им один нот однозначно лучше там корпус монолитный он не разборной поэтому никаких там нюансов нет здесь люфтов нет но корпус поскрипывает по камерам плюс-минус то же самое нужно ждать нормальных прошивок по производительности же ю с 3 однозначно будет лучше мэйзо точнее даже сказать не по производительности а по оптимизации опять же прошивки на данный момент из тех игр что я проверял же ее с 3 показал себя лучше плане прошивки в плане перевода но в принципе и в мэйзо есть английские и пуков буквы слова и вы же ее с 3 то же самое нужно ждать нормальных прошивок звук тоже мэйзо остается за мэйзо мэйзо все-таки более дороже и более лучше сделан можно так сказать в мэйзо выйдет прошивка устранят они баг производительности и в принципе мэйзо будет однозначно лучше но же ее с 3 он дешевле поэтому имейте ввиду данную модель модель есть в наличии уже есть в черном цвете есть в наличии аксессуары бампера пленки я постарался для сделать для вас максимально честный обзор чтобы вы понимали что именно вы покупаете я хочу вам сказать такое что данная модель всего лишь в закупке на 20 долларов дороже чем же ю g4s а здесь уже новая платформа шикарнейший экран как по мне ну и нужно подождать немного адекватную нормальную прошивку поэтому с аппарат стоящий по моему мнению хоть есть и минуса но в принципе как бы было бы странно за такую цену если бы их бы не было было бы идеально все буду заканчивать модель же и с 3 у меня была заходите к нам на сайт подписывайтесь на мой канал подписывайтесь группу там тоже иногда очень интересно на этом все спасибо всего доброго